Книга «Открытым оком». Тема объединения, том 15, вопрос 3027. Если кто-то из ваших не согласен на объединение с московской патриархией в том виде, как предполагается на принципах ставропегиальности вашей епархии, прямого подчинения патриарху, то что они предлагают взамен? Отвечает Игнатий Тихонович Алапкин. Этого еще никто не выразил словами. Допустим, епископ подчиняется решению своего синода, а мы не пойдем на то, то мы лишимся епископа. Что дальше? К кому прислониться? Но мы до конца так и не заглянули в возможности, какие нам даст это пресловутое объединение. А вот когда мы согласимся на первых порах, а они начнут нам руки выкручивать, запрещать проповедь о Христе, тогда мы будем конкретно молиться об избавлении из вавилонского пленения от злого мучительства. Сейчас мы будем наобум предпринимать упреждающие шаги без малейшего прогляда. Считаю это лишним пока. Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Ана 14.6 По деревенской уличной дороге шли маленький мальчик лет 4-5 и его мама. Рядом с ними шел еще кто-то из взрослых. Взрослые разговаривали о делах житейских. У одних корова отелилась, у других сдохла. Мальчик слушал и пытался представить, как это сдохло. В его маленькой голове возник образ сдохшей коровы. И он подумал, что ведь и люди умирают. А что потом? Может мама знает? Мама, скажи, вот я еще маленький и хожу в садик. А потом подрасту, пойду в школу. После школы пойду в армию. Потом женюсь. Потом состарюсь и умру. А что потом? Сынок, рано тебе еще об этом думать. Не забивай голову, чем попало. Мальчик не получил ответа на свой вопрос, но сам вопрос не забыл. Так начинались мои духовные искания. За всю сознательную жизнь меня интересовал ответ на вопрос. Зачем мы живем? В чем состоит цель моей жизни? Понятия о Боге, о вере у меня не было. Никто с детства не прививал моей душе страх Божий. В школьные годы поиск смысла жизни как бы приостановился. Учеба в школе, увлечение чтением книг, в основном научной фантастики, общение с друзьями отнимало все мое свободное время. После начала перестройки в стране по телевидению стали транслировать мультсериал «Суперкнига». Меня он как-то не коснулся, возможно, из-за вольного обращения со священным писанием. А может, было просто не время. Мой же двоюродный брат решил выписать «Суперкнигу». Как оказалось впоследствии, это было Евангелие. Думая, достаточно просто получить ответы на свои вопросы, я решил почитать эту книгу. Но буквально несколько прочитанных страниц дали мне понять, что так просто я на свои вопросы ответы не получу. И я увидел, что даже имея достаточно хорошую память, в моей голове ничего из прочитанного не задержал. Евангелие пришлось отложить. Через какое-то время и сам брат попытался доказать существование Бога, но аргументы его были очень слабы. Он доказывал, что, цитата, «существует какая-то сила». Меня существование какой-то силы не удовлетворило, а просьба привести более убедительные доказательства привела моего оппонента в тупик. Так продолжалось до 10 класса. Этот учебный год стал для моей жизни поворотным. Стал годом начала более интенсивного и основательного поиска смысла жизни. В этот год умер наш одноклассник. Молодой и здоровый парень. Звали его, как меня, Александром. Причиной смерти стал неверный диагноз. Парню лечили почки, взяли пункцию спинного мозга, причем сделали это неудачно, и у Саши отнялись ноги. А оказалось, что заболел он воспалением легких и умер от отека легких. Так это было на самом деле или нет, не знаю. Вначале, после того, когда мне сказали о смерти, я не поверил. Настолько мне казалось смерть далекой и какой-то нереальной, что не верилось, что кто-то из нас, молодых и здоровых парней и девушек, может умереть. Но как только я увидел, что все, что говорят о смерти, правда, тут-то моя душа и заметалась. Хотелось узнать, почему, почему люди умирают, почему умирают не старые и больные, а еще вчера молодые и сильные. Зачем все это? Зачем человек жил, если он и пожить-то толком не успел? С этими вопросами я пошел в библиотеку, надеясь в ней получить ответы на все мои вопросы. Но ответов я там не нашел. После смерти одноклассника я приходил из школы, делал уроки и весь оставшийся вечер размышлял о смысле жизни. Зачем я живу? Родители пытались узнать, все ли у меня нормально, ничего не случилось. В этот же год мне попалась книга «Третий глаз» о тибетском монахе, написанная от первого лица тибетским ламой, в которой подробно описывался быт и жизнь тибетских монахов. Меня поразило все, что в ней написано. После этой книги я задался целью изучить всю философскую литературу, надеясь через нее познать истину. К тому времени, как все это произошло, я узнал со слов своего отца, что у Алексея, моего дяди, поехала крыша, что он отпустил бороду и чуть ли не в попы подался. Я не поверил этому и на рассказ отца ответил. А может, дядя Алексей искренне, по-настоящему уверовал? Никто меня не поддержал, но и не опроверг. Родственники же ахали и вздыхали, мол, как же так? Раньше лечил людей, а теперь крыша поехала. Я же подумал, раз дядя Алексей, изучавший раньше практически все философские системы религии, стал верующим и изменил свои взгляды, может, он что-то приобрел. А может быть, и мне пойти тем же путем, что и он. Начать изучать философию, религию. Может быть, если дядя ошибся в своем выборе, у меня получится переубедить его. Приняв такое решение, я начал изучать философию. В одиннадцатом классе в одном из деревенских магазинов мне в руки попала книга Блаватской «Тайная доктрина». В предисловии я узнал, что якобы в этой книге открываются тайные учения, что, прочитав эти книги, можно «познать» истину. Но благо, что я учился уже последний год в школе, да и книга написана тяжелым языком. Прочитав несколько десятков страниц, я отложил книгу, думая, что вернусь к ее изучению позже, когда сдам выпускные экзамены и поступлю в институт. Благополучно закончив школу, я направился в июле 1994 года в Барнаул поступать в институт. К тому времени я уже решил, на какую специальность и в какой институт буду поступать. Мой выбор пал на Алтайский государственный технический университет. Приехав в город, я первым делом пошел к дяде Алексею на работу. С непонятным еще тогда мне замиранием сердца я ждал разговора с дядей. Очень мне хотелось поговорить с ним и получить ответ на вопрос, что есть истина, окончательно сформулировавшаяся к тому времени у меня в голове. Я не подозревал тогда, насколько может быть простым ответ на этот вопрос, который задавал себе и другим ни один философ. И дядя Алексей начал мне рассказывать о вере, о смысле жизни, о своих исканиях, как он искал Бога. Он рассказывал разные житейские истории своей жизни, жизни своих людей, рассказывал о том, как одни его друзья попадали в больницу после смертельной опасности, другие умирали без покаяния, так и не примирившись с Богом. Однажды он сводил меня в дом к верующим глухонемым, где собирались на просмотр фильма «Глаз вопиющего в пустыне» или «Второе крещение Руси». «Верующие люди, члены одной общины, братья и сестры», как называл их дядя. Мне тогда было непонятно, как это чужие для друга люди и вдруг братья и сестры. Для меня так это и осталось непонятным, пока я не принял крещение. Мы засиживались дома у дяди до позднего вечера, разговаривая обо всем. Разумом я понимал, о чем мне говорилось, но принять я никак не мог. Разум отказывался принимать все, что я слышал о вере, о Боге. Я видел, что вместить всего сказанного не могу своим маленьким плотским умишкам, а так надеялся, что умом можно все понять. Я просматривал свою прошлую жизнь, видел ее никчемность и пустоту, но и принять на веру, принять сердцем благую весть о Христе, я просто не мог и не умел. Я понял, что разум мой бесполезен в вопросах веры. Может, это произошло по чьим-то молитвам, не знаю, но я решил больше полагаться на сердце в вопросе веры, нежели на разум. Впоследствии я узнал, что Господь сказал «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим». Матфея 22, 37. Вначале возлюбить сердцем, а потом душою, а уже потом и разумом. Прошло немного времени, и мне нужно было на время возвратиться к себе домой в деревню. А на свой главный вопрос я ответа так и не получил. Собравшись с духом, я спросил дядю, «Дядя, Леша, скажи, что есть истина?» И я тут же получил от Него ответ. Христос сказал, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14, 6. Так просто, я был поражен быстротой и ясностью ответа на извечный вопрос. После этого последнего разговора я поехал к себе домой в деревню. Я понял, что мне остается либо принять, либо отвергнуть ответ Алексея. Я решил принять. И я помню, как уже в автобусе я обратился ко Христу со словами, «Господи, я верю, что Ты та истина, которую я искал. Помоги мне в этом пути, помоги мне обрести Тебя». Дома меня ждало первое испытание. Я попросил маму не готовить мне мясного, а просто поджарить картошки на подсолнечном масле, так как была пятница. Мама сразу в пику мне ответила, «Что, и ты туда же, куда я, Алексей?» Потом был разговор с родителями о том, что я стал верующим человеком, что я верю во Христа, что теперь не могу делать некоторые вещи, например, в постные дни вкушать скоромную пищу, а только растительную. С трудом мне тогда удалось успокоить маму. Правда, спокойствие это было временное. Потом еще года три мама бунтовала против того, что я стал верующим. В начале сентября я снова поехал в Барнаул. Теперь уже надолго. Мы снова стали общаться с дядей, и Господь через Алексея стал научать меня и начаткам веры. Я стал узнавать о молитве и понимать, что молитва это как разговор между любящими друг друга людьми, а не просто вычитка молитвословий. Я стал узнавать о православии. Евангелие я начал читать еще после первой поездки в Барнаул, и к моему удивлению мне было все понятно, моя душа ничего не отвергала из написанного в Слове Божьем. Оставался открытым только один вопрос. Я никак не мог назвать никого из верующих людей братом или сестрой. У меня просто не поворачивался язык на это. В октябре мы с Алексеем стали посещать занятия по изучению Библии, которые проводил Лапкин Игнатий Тихонович. И с этого времени мне стало еще более открываться православная вера, учение Христа и сам Христос. Я узнал о том, как страшно умереть некрещенным, узнал еще в больших подробностях о муках ада и убоялся, как бы мне не оказаться в аду, как бы мне не умереть некрещенным. С этих дней одной из моих постоянных молитв стали слова «Господи, помоги принять крещение, доведи до него, не оставь без Твоей помощи душу мою грешную». К тому времени, как начались занятия, стал я посещать и храм, Покровский собор вместе с дядей. А после начала занятий я уже стал видеть и всю общину. После одной из вечерних служб к нам с Алексеем подошел Игнатий Тихонович с вопросом «Заявление это на крещение подал? Если нет, то подавай». На следующем занятии по изучению Библии я подал заявление на крещение. Моими поручителями стал ли Женя подстрешный и Загуляев Алексей. И уже в следующем году, 9 июля 1995 года, Господь сподобил меня принять крещение полным троекратным погружением в озере. Крестил меня батюшка Иаким Лапкин. Сразу после крещения Господь развеял и последние мои недоумения. Я почувствовал, насколько родными мне стали все члены общины, что они стали для меня действительно братьями и сестрами. Еще я понял, что с крещением мой путь спасения души только начался, что где бы я ни был, меня ждут и испытания. Увидел я, что и поселок Потеряевка, где мы получили крещение, не является какой-то шамбалой, что испытания ждут людей и здесь. С Божьей помощью начало пути было положено. Осталось только исполнить слова апостола Павла. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2.12 С тех пор прошло уже почти 11 лет. Все эти годы я нахожусь в крестовозвиженской общине. Искал ли я общение с братьями и сестрами? Пожалуй, нет. Я желал всем сердцем обрести истину, а братьев даровал Господь по своему Слову. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Евангелие от Марка 10, 29, 30. От этого ценность нашего братства нисколько не умаляется, а даже наоборот, это дар Божий, и ценить его нужно как любой из талантов, которые дает Господь. На нас лежит ответственность, храним ли мы это братство во Христе, и разделить нас может только отступление от Христа, попрание его истины, попрание его заповедей. И такое вполне может произойти на фоне объединения с Московской Патриархией. Сегодня уже ни для кого не секрет, что основана Московская Патриархия на лжи, клевете и отступлении от Христа. Для них Христос не нужен. В сердце Московской Патриархии царит что угодно, но только не Христос, как свидетельствуют сами члены Московской Патриархии, зачастую бывшие, которые не благодаря Московской Патриархии, а вопреки ей сохранили веру во Христа. И мы спокойно идем на компромиссный путь единения с этой организацией, даже рассуждаем о том, что сам воно нашей церкви будут возноситься поминания Патриарха Алексия Второго в той или иной форме. И в этом ничего нет. Боюсь, что такое единение послужит для многих соблазном и преткновением и наоборот закроет дверь проповеди, а не отворит, как думают некоторые. Вспоминаются случаи со старцем Елиазаром, которого склонялись есть и дала жертвенное, чего не должно было делать. Но он, утвердившись доброй мысли, достойной его возраста и почтенной старости, и достигнутой им славной седины и благочестивого из детства воспитания, а более всего святого и Богом данного законоположения, соответственно сему отвечал и сказал немедленно предать смерти, ибо недостойно нашего возраста лицемерить, дабы многие из юных узнав, что девяностолетний Елиазар перешел в язычество, и сами вследствие моего лицемерия ради краткой и ничтожной жизни не впали через меня в заблуждение, и через то я положил бы бесчестье и пятно на мою старость, если в настоящее время я избавлюсь мучения от людей, но не избегну десницы всемогущего ни всей жизни, ни по смерти. Посему, мужественно расставаясь теперь с жизнью, я сам являюсь достойным старости, а юным оставлю добрый пример охотно и доблестно принимать смерть за досточтимые и святые законы. Сказав это, он тотчас пошел на мучение. 2 Маковейская 6 23 28 Московская патриархия образована по указке Сталина. Благодаря митрополиту Сергию Строгородскому в русской православной церкви произошел раскол. Причем устроителем раскола стал сам митрополит Сергий. Вот что пишет святой новомученик митрополит Петроградский Иосиф Петровых. К слову сказать, так и не канонизированный Московской патриархии. Мы не даем церкви в жертву и распутству предателям и гнусным политиканам и агентам безбожия и разрушения. И этим протестом не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя и дерзновенно говорим. Не только не выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр истинной православной церкви, а врагами ее, предателями и убийцами считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим в раскол, не подчиняясь митрополиту Сергию, а вы ему послушные идете за ним в пропасть церковного осуждения. Сегодняшние епископы Московской патриархии также не думают каяться в грехе раскола. Деяния митрополита Сергия не осуждены. Напротив, Сергию планируется поставить памятник в городе Арзамасе. Проект памятника уже утвержден. Как бы нам с соглашательством с объединением не оскорбить Духа Святого. А так как Московская патриархия не отринулась от мира, а даже наоборот, слилась с ним в одно целое, апостол Иаков нас ясно предупреждает, и так кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух живущий в нас. Иакова 4, 4, 5. Думаю это может произойти и в этом случае нам просто не устоять в истине. Проповедовать же о Христе можно в любом случае, при любых обстоятельствах, в тюрьме и на свободе и уж тем более не сливаясь с московской патриархией. Диакон и программист Александр Сергеевич Загуляев Телефон 31 13 47 7